Музыка 15 числа распочат опальный сезон в области. В городе Харькове также выслал распоряжение за пидпосом вискового головы. Так же самое с 15 числа распочат опальный сезон. Та работа, которая была проделана до початка опального сезона, на модернизации котельной, по ремонту котельных, по ремонту теплотрасс, водопроводных трасс, по подготовке запасов ремонтного фонда, а также сыпучий песчаный материал для посыпки, когда будет уже ледиться зимой. Поэтому весь этот объем проделанной работы позволяет с оптимизмом смотреть новый отопительный сезон. Сегодня уже началось включение котельных. Мы это фиксируем. Каждый день даем учетность Министерству регионального развития о том, как проходит включение. На сегодня мы уже по области имеем процент включения котельных порядка 38%. 294 котельных из 785 уже работает. Подключено уже порядка 11% жилых домов, 47% садиков, 42% школ и порядка 40% больниц. В течение ближайших двух дней все объекты социальной сферы будут подключены. Жилые дома, которые находятся на транзитных магистралях, они автоматически подключаются от тех, кто идут в магистрали к объектам социальной сферы. А потом начнется процесс включения жилых домов. Пока жители не совсем понимают, почему в такую температуру мы включаем отопление в жилых домах. Поэтому активный процесс включения начнется где-то буквально с понедельника. В область он пройдет чуть-чуть быстрее. Это будет в течение недели. В городе Харькове он по опыту прошлых лет займет где-то до двух недель. То есть мы подозреваем, что к концу октября месяца все жилые дома будут с теплом. Что касается теплового хозяйства, опасений мы в области особо не видим. В городе Харькове есть опасения по тем работам, которые сегодня ведутся. Все харьковчане эти работы видят. Да, у нас есть разрытие в городе, идет перекладка теплотрасс. Но по заверениям городских властей и руководства Харьковских тепловых сетей, все работы будут выполнены в сроке. И на включении и на подаче теплоснабжения жителям города это не отобразится. Но есть опасения. Что касается поставок газа нашим тепловым предприятиям. На сегодня у нас все тепловые предприятия в области имеют подписанный договор о снахнофтогазом. И все предприятия имеют лицензии. Поэтому этот вопрос как бы отрегулирован и опасений не вызывает. Мотопроводно-кондиционное хозяйство было подготовлено. Запасы угля у нас на тепловых станциях на Змирской и на Исхаровской присутствуют согласно плановых. Поставка угля осуществляется согласно графиков. Ремфонд Облэнерго сформирован на случай непогоды, которая может быть. Все системы жизнеобеспечения в области готовы к сталому прохожению опаливального сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова